И с вами по-прежнему в прямом эфире работают комментаторы-эксперты, заслуженный мастер спорта Эмин Гарибов и двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный тренер СССР, судья международной категории Лидия Гавриловна Иванова. Добрый вечер! Еще раз здравствуйте! Действующими чемпионами России сейчас, кстати, является Центральный федеральный округ, но мы, как помним, говорили ранее, что на этом чемпионате России не будет соревнований именно по округам, а они проходят, сам чемпионат проходит по субъектам Российской Федерации, и, соответственно, команды федеральных округов, они, ну, скажем так, рассыпались немножко. На более мелкие звенья, да. На более мелкие звенья, и уже сила команды может быть не так однозначна, как собранная из лучших спортсменов, субъектов федерации. Москва была вообще третьей на тот момент. Приволжский федеральный округ завоевал серебро в сезоне 22-го года. Но сегодня хочется сказать, что как раз-таки вот тот Приволжский федеральный округ представляли гимнасты и из Казани, и из Татарстана, в смысле, и из Пензенской области, и из Мордовии, и из Аранска. То сейчас отдельная команда Казани будет выступать, отдельно Татарстана, прошу прощения, да, да. Отдельно Мордовская команда и, соответственно, отдельно Пензенская область. И вот здесь уже вот такой вот момент, когда непонятно, смогут ли они... Вот Татарстан, он достаточно силен, в общем-то, в своей такой натуре, да? Конечно, конечно, да, да. И непонятно, смогут ли они здесь завоевать какую-то медаль. Потому что тут вся Казань приветствует нашу новую, скажем так, звезду Даниэла Маринова, который уже заявил себя несколько раз на чемпионатах и Кубках России, на Спартакиаде той же. То есть он практически уже вплотную подбирается к лидерам многоборья, такие как Никита Нагорный, Артур Даллаян, Белявский рядом с ними. Все рядом, да. В общем, интересная будет очень борьба. Москва в сильнейшем своем составе, в составе Москвы Нагорный и Даллаян, два олимпийских чемпионов. Это не слабо, это не слабо, да. Но хочу отметить команду Владимирской области, именно, как я и говорил ранее, они действующие чемпионы России. Тогда они представляли в основном гимнасты, эту команду представляли гимнасты из города Владимир. Вот теперь этот город Владимир просто отдельно, а у них в составе такие наиболее ясные имена. Кирилл Прокопьев, Алексей Ростов, Илья Кибарта. Это уже ветераны, я бы сказала, умеющие выступать. Не вижу в составе Александра Карцева, пожалуй. Ну, наверное, какая-то причина. Сейчас какая-то травма, возможно, опять. Но, тем не менее, будет... Интересно, вот будет интересно. Вот я верю, что... На кого посмотреть. И на уже наших таких титулованных чемпионов, и, естественно, подрастающее поколение, которое очень дерзкое. Они будут претендовать. Это здорово. В общем, мы вам желаем с нами вместе пробыть там не более двух часов. Зато мы будем сразу первыми узнаем, кто же у нас лучшая команда в России. Это будет очень интересно. Я жду такого старта. Сегодня у нас тоже семь команд, поэтому будет один выходной снаряд. С вольных упражнений начнет команда Республики Татарстана. С упражнений «Конь-Махья». Как раз-таки Владимирская область. Я думаю, что с них... Ой, тоже океаларные. Прокопьев на ваших экранах уже готовится. Первым он будет выступать там. Беларусь на кольцах. В гостях у нас. Да. Да. Свердловская область на прыжке. На брусьях Москва. И на перекладине у нас выступает команда... Ну, давайте на Кирилла Прокопьева. Все обратим внимание. Начинает Кирилл. Достаточно заслуженный уже гимнаст с регалиями. Прошедшие многие турниры. Завоевывал и медали на чемпионатах России, чемпионатах Европы. Кони вольные упражнения. В общем-то, это его одни из самых сильнейших снарядов. Он здесь делает многоборье. И тут, конечно, у него есть все шансы для того, чтобы попасть опять в призы. Не знаю, как в многоборье, но в каком-нибудь отдельном виде точно. И вот сейчас задача его как раз-таки отобраться в финал на снаряде конь-махе. Потому что и чемпионом России он там является. И все получается здорово. На самом деле сложная комбинация. Верю. Именно. А мне понравилась тактика ответственного за команду. Ты сразу проанонсировал, что у него это один из сильнейших видов многоборья. И они с него начинают. Чтобы не получилось такого пожара, как у девчонок. Знаешь, так кто-то сорвался и понесли все падать. Я очень рада, что Кириллу удалось исполнение своей программы. И, конечно, это будет хороший задел для команды. И для него лично. Для него лично, естественно, я думаю, что с такой оценкой, которую он получит за свое выступление, он попадет в финал на этом виде 100%. Пожелаем. Действительно, для команды такой немножечко открыл путь для хорошего выступления. Потому что психологический настрой команды тоже очень важен, безусловно. И он во многом зависит от выступления первого участника. Конечно, конечно. И, Мин, пока паузу, пока выставляют. Повтори, пожалуйста, еще совершенно глухожительный результат командного перенеса у девочек. Первая Москва, это ожидаемо. У девочек, у девочек. Вторая Новгородская область. Это опять Антон. Это Крапивинская команда. Вот как раз-таки. Антон Крапивин, мы славим тебя. Просто молодец. Мне нравится его инициатива, мне нравится его напор. И результат получился. Да. Серебряные призеры масштаба всей России. Поздравляем вместе с Антоном Крапивником всю ее команду тренерскую. И девчонок, молодцы. А третий кто? Воронежская область, в составе которой была Ангелина Мельникова, Яна Ворона. Да, сегодня у них не совсем здорово получились соревнования. Но будем ждать их обязательно в финале. Давид Белявский сейчас блестяще выполнил. Два с половиной винта, сука, хора. И очень приятное приземление. Есть небольшие сбавки. Ну, маленькие. Но, тем не менее, хороший старт соревнований для него сейчас. Может быть, будем рассчитывать, что ребята покрепче. Поплотнее будут стоять на ногах, покрепче. Будет и более интересные соревнования будут. 13,6 оценка Прокопьева. И, в общем-то, у него есть нормальный потенциал для этого. У Давида Белявского в команде, конечно, не так уж и много хороших, так скажем. Да, ему труднее, чем его уровни гимнастов. Но он заработал оценку. Он заработал 14,6 за прыжок. 14,266. Но мне хотелось, чтобы было больше. 14,266, я сказал, у этого Давида Белявского. Я скажу, что начало неплохое. Да, Давид делает один прыжок. Финал не стремится попасть. В общем-то, и здесь у него задача больше, конечно, на многоборе стоит. И на отдельные виды. Такие, как брусья, коня, где он является и чемпионом Европы, и неоднократным призером в различных абсолютных соревнованиях. В общем-то, мы помним все его старты, и он очень-очень себя показывал с высокой такой мастерской стороны. Прекрасный исполнитель на этом коне махи. Да и вообще парень замечательный. Капитан команды сборный. Кстати говоря, я буквально разговаривал с ним недавно. Он рассказывал о том, что к этому чемпионату России подготовился, в общем-то, лучше, как никогда. Ну, скажем так, хорошо, как никогда даже. Когда это он сам говорит, я просто не могу ему не верить. Он в любом случае очень ответственный молодой человек. Ну, он уже папа и прекрасный парень во всех отношениях. И я на него так рассчитываю. Я не знаю, что я буду делать, когда вдруг он задумает, скажет, а я уже буду, например, тренером или президентом. Это его право. Я совершенно не останавливаю его движение. Но это прекрасно. Тех спортивный, к сожалению, не бесконечен. В какой-то момент придется принять решение. И это решение всегда для таких профессиональных спортсменов непростое. Непростое. Простое. Психологически непростое. Ну, будем желать удачи. Кстати говоря, у Давида совсем скоро пройдет турнир, в котором называется «Движение вверх» в Екатеринбурге. Он будет проходить с 27 марта, если не ошибаюсь. Молодец, что там организовываются такие соревнования. Это поднимает и авторитет самой спортивной гимнастики. И понимаю, что поддерживает и его имя, высокое имя, я бы сказала, высочайшее имя Давида Белявского. Не только в Свердловской или Екатеринбурге, да? Не только в российском масштабе, но и в мировом масштабе. И Мин уже об этом сказал, что он на многих стартах отстаивал такую высокую честь своего мастерства. Ну что, посмотрели одно выступление олимпийского чемпиона Давида Белявского. А теперь посмотрим на его товарища по команде Никиты Нагорного, представляющего город Москву. Здесь, я думаю, этот парень в каком-то особом представлении и презентации не нуждается абсолютно. Анатолий Сахж-Забелин, тренер Никиты, моментально уносит мост со снарядов, чтобы не мешать спортсмену продолжать свои выступления. Давай потерпим немножко. Опа, тут немножко. На первом элементе были немножко согнутые руки. И, конечно, сбавок слегка получит он там. В целом Никита тоже, в общем-то, не в худшей своей форме. Он прошел достаточно полноценно сбор подготовительный. Это один из немногих, когда он готовился действительно по-настоящему к соревнованиям. Они по две недели и видели, как он это делал в сезоне 22-го года. И рассказывали всем его поклонникам. Но мы его любим по-прежнему. Блестяще. Мне очень понравилась середина программы. Как он вошел прямо вообще так уже по-мастерски здорово. Начинал потруднее комбинацию на брусьях. Ну, может быть, так и бывает. Он потом привел себя в чувство. Ну, когда мы говорим о Никите Нагорном, это же тоже мастер высшего класса пилотажа. Поэтому тут ничего удивительного. Одни комплименты ему. Ну, а Анатолий Сакович особый. Когда ты высказал, что это тренер Никиты Нагорного, мне все время хочется добавить, стоящий со мной рядом имен Горибов, тоже его ученик. Так что, Анатолий Сакович, глыба тренерская. Да, и здесь, конечно, и у Никиты хорошая очень программа была. В общем, и сложность неплохая, и исполнение само собой. А что? Ну, в общем, мы все о нем рассказали. Мне даже интересно теперь посмотреть следующее, кто будет ему, им, этим нашим корифеем, мешать вообще в достижении цели, главной задачи. Помимо выступлений здесь... Ты попал прямо на сухари на эти, понял? Вот сейчас самые вот эти интересные моменты. Я просто обожаю слушать, когда они там начинают обсуждать какие-то... Да, да, да. Так. Нюансы выступлений. Именно не дышим. Или я не дышу. Даниил Маринов. И Казань оживилась, как вы чувствуете? Замолчала. Вы видите, зал сейчас будет весь за него. Все, смотрим. Даниил Маринов, как раз-таки наша новая звезда. И надежда, да. Казанская, два винта, двойное сальто сразу с блестящей... Это просто выход. Да, такая первая линия акробатическая, серьезная. Следующая связка акробатическая, уже тоже очень здорово. Непростые элементы. Бланш двойное согнувшись. Потому что он непростой парень. Вот как мы умеем. Ну, Даниил, не подводи наше чувство. Очень здорово просматривается стиль работы его. У нас половина винта по прямой линии. И довольно такой хороший темп исполнения комбинации. Вот то, что я хотел действительно отметить, он уверенно, психологически себя подготовил. Да, да, да. Судя по всему, действительно не торопится. Хотя ограниченное время, 75 секунд всего дает. Соображает. Стоять, стоять. Длинная связка, полтора, два винта. Ой, как хочется помочь. Ну, стоять. Молодец. Трифта в конце, но блестяще, просто хорошая комбинация. И здесь Маринов здорово очень начинает чемпионат России. И для команды в том числе. Хотя Татарстану, ой, как тяжело будет сегодня бороться, наверное, за медаль. С Москвой. С Москвой и с Владимиром. Да, да. Ну, вот нас ждут очень интересные соревнования. Посмотрите, все, кого мы сейчас успели увидеть на первом виде многоборья, все были прекрасны. Так что все впереди. И сейчас так они будут друг другу мешать, и страсти будут только нарастать. И мы, как всегда говорим, до последнего приземления мы с вами, наверное, не сможем предположить даже, кто же из них останется первым. Но сейчас Татарстан на самом деле проживает такой расцвет своей команды именно мужской. Там есть классные ребята, которые только-только перебираются из молодежной сборной в основную. Ну, там и Даня Новиков, в общем-то, они сейчас там на первенстве. В том году на первенстве России очень здорово себя проявили. Среди молодежи Татарстан, конечно, сильнее всех на данный момент. Это здорово. И это значит, что они вот-вот будут переходить в основной состав. Ну и Даня Маринов здесь, он как такой локомотив и пример, пожалуй, для... Хотя они не намного старше этих ребят, но даже те пару лет, они имеют большую разницу. Ну и вот... Приятные... Личные болельщики Маринова. Да. 14666. Очень неплохой результат. И для финала, и для многоборья. Я напоминаю, что многоборье будет засчитываться по итогам оценок двух дней. Да. Поэтому очень важно два дня выступать стабильно. Ну вот за это и борются руководители нашей спортивной гимнастики, чтобы увидеть стабильность. Потому что по международным правилам первый день потом зачеркивается. Исчезает одним словом. И все эти финалисты, 24 человека по многоборью, они начинаются с нуля. Наша страна в этом плане свои методические указания выполняет. Им надо проверить, они нечаянно ли тот или другой выиграл. Это коварно, но это право. Да, и 14666 была оценка Никиты Нагорного. Но Москва тоже очень здорово стартанула с брусьев. И здесь еще один олимпийский чемпион Артур Далаян. Трехкратный чемпион мира. Пожалуйста. На брусь. С удовольствием посмотрим на его блестящую работу. Тоже будет делать многоборье. Вот мне хотелось, чтобы ты еще раз громко сказал. Это тот Далаян, тот Артур. Ой, какой шикарный элемент. Смотри, как здорово. Сальто согнувшись, сразу с перемахом ноги врозь. И это прям очень сложно. Эффектно еще. Неожиданно. То есть это не просто красиво. Да, да, да. И он выступает по многоборью. Товарищ, он не убавляет свои темпы в гимнастике, а наоборот прибавляет. Это мне нравится, страшно нравится. Вообще прям такое начало яркое сегодня на мужском чемпионате. Прям оживили они нас. Вот просто здорово. Но здесь у мужчин, как я и говорил, будет все немножечко подинамичнее, может быть, интереснее. Мастера помощнее. Да, и мастера помощнее. Особенно в финале многоборья. Вот там будет настоящая битва. Артурчик, молодец, молодец. Все пока по 14 за. Там у Белярского 14, 266, а у этих и того более. Так что здорово, здорово. Не подвел команду Артур, безусловно. В общем-то он, я и не рассчитывал, что он это будет делать никогда. Когда вот в какой-то момент, мне показалось, здесь у него после вот этого элемента оберучного прыжка. Вот не повторили тот интересный элемент. Поломалась как будто линия в теле. Да, немножко. И пока, понятно, было поломано. Но ничего, он все это быстренько ликвидировал и прошел дальше. Но в целом, да, это такие мелкие помарки и мелкие ошибки по одной десятой. И, конечно же, судьи ему снимут за несколько этих элементов. Но самое основное сейчас это стабильное прохождение каждого снаряда. У Артура изменилась ситуация с руками. Вроде у него там были проблемы. Чуть-чуть они зажили, но не до конца. Не до конца сложно было. Вчера я с ним пообщался. Да, говорит, что, конечно, получше. Но все равно действительно видно, как у него... Они просто действительно трескаются. И не знают, что делать. Ну что это такое, да? Ну, Артур, ты молодец. Все равно, невзирая на все эти проблемы ладонные, как их назвать, он идет вперед. Вот Артур, вот это настоящие мастера. Девчонки, ну поглядывайте на своих ребят в гимнастике. Смотрите, они какие молодцы. Ну, может быть, только сегодня немножко не получилось. У девочек, когда я вспоминаю Ангелину, я не могу даже вслух сказать, применить к ней какое-то слово нехорошее. Это уж мастерица такая, дальше некуда. Ну, что делать? Вот эта нервная система немножко ей сегодня ее подкачала. Москва там дальше выступила вроде бы неплохо. Там еще в составе команды... Ну, уже мы лидеров назвали. Нагорную это Лалаяна. У них есть Евгений Кисель, да, и Иван Заврячко. И Зеленский еще. Ну, я думаю, что и тем ребятам остается лишь бы только сделать так, чтобы не подвести командный результат ровненько своей программе. Вот я вижу внизу этого заслуженного, он будет заслуженным тренером Антон. Антона Крапивина. Он уже ходит гордо, он уже совершенно идет-то по-другому. Понимаете, потому что он уже призер. И не какой-нибудь... Но Новгородская область не была никогда на пьедестале в составе команды. Никогда. Даже в мою память. Новгород, мы вас поздравляем. Вы нееверно сотворились сегодня во главе со своими тренерами хорошими, которые так подготовили команду, что она стала серебряной. Она пропустила, ну уж извините, она пропустила столицу вперед, только Москву. А все следующие с заднего Новгорода. Это здорово, это большой успех. Продолжаются соревнования на первом виде многоборья. Чемпионат России, квалификация и финал команд. Остается Владислав Поляшов здесь, но он без команды. Он представляет сам себя и как личником выступает. Три снаряда будет делать, брусья, перекладину и коня. Ему место в команде нет. Но мы знаем, нет команды, просто у Чувашской республики. А, да-да, все-все-все, там нет команды. Но это не значит, что он вне игры. Он хороший мастер, мы всегда об этом знаем. И ему все чуть-чуть не хватало, не хватало, периодически куда-то такой вот пройти. Прям чуть-чуть. Да, и Владислав один, единственный, пожалуй, кто завоевал лицензию на Олимпиаду в 2021 году в Токио, благодаря своим трудом. Отобрался на всех кубках мира. То есть личную лицензию завоевал. Да, это гордо. Не в команде. И как раз-таки два его в коронных снаряда, это брусья и конь-махи. Его и вытащили на эту поверхность, я так понимаю. Ну да, пожалуй, вот и ребята как раз-таки болеют за него, безусловно. Получилась комбинация, но не совсем здорово. В момент оборота под жердями с поворотом как-то развел ноги, и как будто темп комбинации немножечко поменялся. Я бы сказал, потерял ноги и контроль за ногами, а это сразу смазывает упражнение. Вот это Анатолий Саркович. Он за всех радуется. За своих родных учеников, за присутствующих в команде. Вот это доброе сердце, оно всегда читается. И очень приятно с таким тренером находиться в команде. А еще Зеленский Никита, кстати говоря, будет на брусьях выступать. Он заключительный на брусьях в составе... Я чуть не сказал, ну и можно и пропустить эту фамилию. Идем Москвы, наверное. Да, ты сказал, в Москве он или он не учил там в составе? В составе? Ну, это уже здорово. Я хочу сказать, конечно, если зачет по трех, конечно, огромные предпосылки у Москвы быть первыми. Имея в наличии Нагорного и Далалаяна, ну только бы... А вот посмотреть, интересно, как там Владимир. Они примерно таким же составом выиграли чемпионат России прошлого года. Прокопьев, Кибартас, Ростов. Ну вот еще есть на Вакшонов. Но коня они не очень здорово прошли все. Там оценки, пожалуй, только у Прокопьева. Более-менее 13,6. Остальные оценки это 12,066 у Кибартаса. Ростов совсем неудачно сделал на 11,9. Ой, именно, но они тоже не самый удачный начало, наверное, для команды. Это трудный снаряд. Поэтому, конечно, там пониже результаты, чем у других. Но здесь все в равных условиях. Это жеребьевка. Да, да, да. Вопросов нет. Какой-то отпор отдельный. Кстати говоря, Палешов 15,033 забылся, получил. Ух ты, ничего себе. 15? Ну, какой молодец. Вот видишь, Владислав Палешов, что вытворяет. А пока у нас не было оценки 15. Правда, прошел только один вид. Но это заявка серьезная. И пожелаем ему дальше так держать. Не знаю, как удастся, но это здорово. 15,03 это гроссмейстерская оценка. Да, это хороший у него потенциал для того, чтобы попасть в финал. Но я думаю, он с этим справится без проблем. На перекладине сейчас Гашков Кирилл выступил. А, выступает. Или выступает, я не знаю. Давайте посмотрим. Какой мы снаряд с вами? А, перекладину смотрим, правильно. Представитель команды Калужской области. Но тоже без команды, личником выступает здесь. Понятно. Пробивает вертикально. Да, конечно, желательно. Через поворотом. Здесь все элементы, конечно, надо выполнять строго в стойку. Иначе за каждое отклонение по градусам больше 15. Забавляет. Именно. Ну-ка, расскажи мне, хороший соскок. Он три винта сделал? Баба-мажа с двумя винтами. Это было, но в целом это такой, он уже традиционный, но технически выполнен очень здорово. Да-да, вот так, очевидно. Потому что очень как-то просмотрелся хорошо. Соответственно, и приземление. Ну и вот оценка Полешова. 15,03. С чем мы его поздравляем от души. Исполнение неплохое. Вот был момент, когда он развел ноги. Здесь, пожалуй, в основном, суди к этому, призрались. Ну, да, здесь основная избавка была, да. Найтин. Это Барнаул стал? Барнаул. Действительно, Сергей Найтин. Алтайский край. Здесь Найтин тоже без команды. Один выступает, уставляет Алтайский край. И начинается прыжка. Здесь, ну, два винта, не очень сложный прыжок. Но, тем не менее, идет. Зачет идет. Многоборье. Ну, и скромная оценка. 13,5. Ну, и у нас переходим потихонечку к следующему виду многоборья. Представляем вам приготовить судеб, обслуживающие усилование вольных упражнений. Бригада Д. Второй вид многоборья чемпионата России. Квалификация и финал команд. Здесь вот оценочки на ваших экранах лучших за опорный прыжок. А ведь Белявский был, в общем-то, красавчиком. Да, да. 14,266. Пока на данный момент это высшая оценка на прыжке. А на перекладке Кирилл Кашков отличился из Калужской области. 13,300, да. Но с оценкой, скажем так, не очень высокой. Да, достаточно. И вот конь, как раз-таки, интересно, Владимирская команда. Вот она здесь. 13,6. 12,6. 12,166. Вот эти три оценки пойдут за счет. Если их сопоставить сейчас с Москвой, то там... Это будет проигрыш за счет. Практически каждый балл на участника. Вот, посмотрите, как у нас. Маринов просто вытянул, пожалуй, Татарстан на воле в упражнении. Конечно, без вопросов. 14,666. Бестящее начало. Ну и Брусья. Балешов обошел всю Москву, но без команды, как мы и говорили ранее. Нагорный, Далаян и Завречко. Их оценки пойдут. Явно они впереди в командном впереди. Пока. После одного видно. Это еще не вечер. Еще все впереди. Ну и вот находится, кстати говоря, Республика Беларусь. Наступала, но тут тоже как-то... Скромно. Скромно. Действительно, всего лишь 12,4 с копейками. Самый высокий результат. Ну, я думаю, что полезно их участие здесь для всех. И для нас, и в первую очередь для них самих. Потому что, конечно, нужно спортсмену всегда выход. Ну, я знаю, что контакты у нас очень тесные с Беларусью. Без всяких лишних разговоров. Все это понимают и знают. И я знаю, что недавно был женский турнир там. Там девочки ездили в Витебск. А вот теперь у нас в гостях команда гимнастов Беларуси. Слово в гостях это чисто с точки зрения человеческой. А так они приехали показывать, на что они способны. Владимирская команда сейчас на кольцах. После коня Москва перешла на снаряд Перекладина. А вот Татарстан на коня как раз. И вот там уже будет интересно. И вот сейчас будет начнёт потихоньку уравниваться всё. Потому что, к сожалению, все шесть снарядов должна пройти. Каждая команда. И кто-то начинал с такого снаряда, с другого. Вот это вообще здорово. Вот в этом отношении очень интересный турнир. И выходной снаряд будет у всех команд, прошедших Перекладиной. Соответственно, перед вольными упражнениями каждая команда уйдёт разминаться. Разминаться и отдыхать может быть когда-то. Девочкам не очень понравилось. Да, и они с этим не справились просто. Потому что вот этот перерыв, когда человек созрел, выходить уже на соревновательный темп. И адреналин всё вместе. И вдруг вы их уходите в подполье, и надо полчаса как минимум ждать следующего взрыва. Не каждый могла с этим справиться. Конечно, это тяжёлый вариант. Когда всё-таки, да, многоборье идёт снаряд за снарядом, ты ловишь какую-то волну такую именно динамичную, что нет отдыха. Даже бывает во время тренировок, когда, например, гимнасты или гимнасты переходят на акробатические снаряды, там, вольные упражнения или прыжок. Тренеры некоторые запрещают садиться между подходами. Правильно, чтобы не потерять деловость. Правильно. Многие держали тонусы до последнего. И вот здесь тот же самый момент. Тот же. Это неестественно. Вот эти вот перерывы, они не нужны. А с другой стороны, я хочу объяснить, а зачем, мол, этот перерыв. Вот так вот соревнования субъектов России увеличило количество участников. Кому-то это понравится, кому-то нет. Но с точки зрения развития вида спорта, для того, чтобы сделать наилучший срез гимнастики в стране, этот вариант мне нравится. Но учитывая, что теперь чемпионаты России и кубки, скорее всего, тоже будут проходить именно по субъектам федерации. Значит, это новый план. Хотя кубка России командам и не бывает, там только личный он. Ну да, да, это личный чемпионат. На следующий сезон, я думаю, что федерация может пересмотреть именно регламент в плане графика. Это их право. Может быть, немножечко растянуть по дням, но давать спортсменам, в общем-то, отдохнуть. Тирилл Прокопьев на кольцах. Начинает с элемента азарян. Крест. Не самый, конечно, лучший снаряд этого Тирилла, но, тем не менее, для общего многоборья он владеет им довольно неплохо. Ну, очень техничный парень. Именно, давай согласимся на том, что он, безусловно, такой хороший мастер, да? Потому что мы уже говорили о том, что он прошел массу международных соревнований разного ранга и очень ответственных именят. И, конечно, он умеет и выступать, и показывать свое мастерство. Но все равно у каждого гимнастя есть какой-то, так скажем, любимый снаряд или нелюбимый. Но он многоборец. Кирилл Прокопьев многоборец. Ну, уже мы из года в год наблюдаем, все-таки спортсмены, они же еще и взрослеют, скажем так. С каждым годом это все прибавляется. Все труднее. Уже 29 лет Кириллу, и я вот сейчас вспоминаю. Мы буквально вчера разговаривали с Давидом, и поняли, что у Давиду уже 31 год. С ума сойти, он все равно как мальчишка. Он такой, как бы девушки сказали, да вы прекрасно выглядите. Не выглядите на свой возраст, например, это высший комплимент. Но к нему это в полной степени относится. Я не могу ему представить, его представить, что ему за 30, 31. Артуру Доллаяну уже будет 27. Казалось бы, вот они 22-летние, 23-летние ребята на Олимпиаде выступали. Сейчас я гадость скажу им, это смотри, сколько мы уже, насколько мы стали старше. Я ладно о себе не говорю, потому что я вечно молодая. Ты, имен, приумя на глазах взрослешь. Да, вырос практически, не говорите. Вырос, ну, это вырос, это однозначно, если я тебя комментировал, твое выступление. Просто, смотрите, как годы бегут. И гимназия, вы спортсмены, вообще век спорта, ой, какой он короткий, какой он быстрый. И это понимаешь, к сожалению, не когда ты там, кажется, ой, еще это, еще, ой, еще там это, что-то. И в миг, потом, когда вы перейдете эти все шаги, и этот эпизод жизни, он будет всегда вспоминаться, конечно, я так думаю, очень приятно, не зирая на успехи и не успехи, но это факт жизни. Сколько часов отдали этому делу, что жизни, дней, месяца, годов, год, лет, я не знаю. 12-866, оценка Прокопьева, Прокопьева. Да, и 4-8 у него было всего 30%. Невысокая, да, невысокая. Ну, ты анонсировала. Так, вот у нас на кадре Никита Нагорный. Готовится к выступлениям на перекладине, здесь у него комбинация тоже очень непростая. Будет, я думаю, много летать. Ну, давай посмотрим. Как вот, вот так казалось бы, мы комментируем, да, и я честно вам говорю, персонально там как-то нервничаю за них. Думаю, ну, как хочется, чтобы у них у всех получилось то, что они тренируют. Начинает выход в стойку, оборот в упоре. И первый перелет Ковача в группировке. Довольно стандартный. Но, видимо, так, чтобы прощупать перекладину, уже спероэтом одним. Это уже усложнил. Одна рука. Элемент на одной руке, оборот. Залимин. И вот здесь не хватает, как будто растяжки. Никите сгибает колени в момент складки. Чуть-чуть, чуть-чуть, Эмин. Не подглядывай. Я вообще, когда вслух, не называю у лидеров ошибки. Это закон жизни судьи. Понимаешь, они потом, мне как кажется, кто-то подслушит. Нет, конечно, не подслушит, мы им всем желаем. Лучше после того, как исполнил. Ой, хорошо. Чуть-чуть, да великолепно. Никита, ну, это Ликита, это Нагорный. Но, конечно, мы обязаны, хотим даже немножко познакомить своих поклонников нашей гимнастики, что не все абсолютно. Так, извиняюсь, но не мы допустили это сгибание ножек. Ребятки, милые мои, это Никитка, вот она, любовь. Вот эта сила, вы знаете, а еще большая сила, когда за ними наблюдаешь внизу. Эмин, ты это проходил, я понимаю, это же у Анатолия Исаакиевича юмора, по-моему, больше, чем всего остального. Как он умеет с вами, с учениками обращаться. И как вы впыркаете, я все вижу. И думаю, боже мой, а вот оно, сердце, добро. Он обнял все, просил в этот момент все. Какой ты был хороший, противный или не очень. Ну, на самом деле, это большое счастье, когда ты после хорошего выступления спускаешься и понимаешь, что тренер, да, удовлетворен. Тебя ждет, да, и он удовлетворен действительно твоей работой. Потому что, когда ты выступаешь неудачно, ты не хочешь просто попадаться ему на глазах. Хочется, да, правильно, это закон жизни, да, да. Посмотрите, как он задохнулся. Казалось бы, вот вроде он вращался, вращался, не так, чтобы бегал на ногах или что-то. Да. Вот какая она, эта трудность. Вот как тяжело-то. Это не просто вам прогуляться. А он еще что-то там болтает, Никита. Не, я... У меня лучше закладывай только на плоси. Мы с вами неудачно, в церкви выступая, в России и сачоку, в Владимирске. Мне нравится, что... Я пытаюсь услышать. Да. Что операторы показывают нам вот эти моменты. Мне это очень нравится. Потому что каждый по-своему. А идет его коллега, его дружок, друг, так получше скажем. И коллега, и конкурент, главный конкурент. Это первая моя комбинация на все время подготовки. Вот в чем он признается. Я делал из комбинации только коня. Ну ладно, это, мне кажется, он лукавит немножко. Это тактический ход. Я думаю, такой... Он дурит своих конкурентов, вот честно я говорю. Говорит, что из комбинации, если кто-то из телезрителей сейчас услышал. Я говорю, из комбинации в подготовке делал только коня. Да-да-да, ну слушайте его больше, а он потом в конце всех... Это уходит и говорит, до свидания, до следующих встреч. Я первый. В следующий раз я вообще не буду тренироваться. Хулиганим. Ребята, без труда, не вытащишь. Приеду за золотом. А тренироваться не буду. Это Никита, это его приемчики. Мы теперь уже с вами раскусили. Ну что, еще один прекрасный тандем ученика и наставника. Артур Далаян и Александр Калинин сейчас готовятся к выступлениям на перекладине. Поддерживает его, безусловно, Никита. Москва настроена сейчас, на самом деле, потому что сезон 22-го года, они очень, ну, по-спортивному я как... Сам спортсмен, да. Конечно, позорно не хочу сказать, но очень обидно и досадно проиграли тогда Центральному федеральному округу. И здесь им нужно... Отыграться. Отыграться, да. И здесь больше, я думаю, что реванш. Реванш. Это такая спортивная лесть. Пока хорошо прямым телом. Мне показалось, все-таки согнувшись, как будто было больше. Ну, я бы зашла, то есть, зашла прямым телом. Ух ты! Сложнейший перелет Качева с пируэтом. Ничего себе. Элемент Валерия Люкина сейчас Артур попытался сделать, причем в комбинации, не то что на тренировке. Но, к сожалению, не получилось. Но здесь это максимальная сложность, трудность элемента. Помимо того, что нужно перелететь, еще и пируэт в другой плоскости. И вот он вроде берется за перекладину, но такое натяжение, такая центробежность, что тут не хватает силы хвата. Инерция по вращению пируэтов не остановила его, к сожалению, во время дохвата за перекладину. И вот он прямо обрыв такой. Ну, это здорово. Я здесь вот в данном случае даже критиковать Артура, мне кажется, не нужно, потому что этот элемент просто фантастический. Я так вообще просто скажу, Артур, ты все равно молодец, ты прекрасный у нас. Но что сделаешь, если не прошло сегодня? Артур мастер на перекладине, и сейчас... Он чувствует этот порядок. Он сложности, я думаю, больше, чем Никита даже набирает. Но, пожалуй, вот Ткачева с пируэтом ему не засчитают, потому что, чтобы засчитали, нужно дохватиться и пройти хотя бы нижнюю вертикальность. И пройти вертикально, да, да, понятно. Жалко, расстроен, безусловно, Артур. Ну, ты мужчина, я знаю характер, он все может не раскиснуть. Но расстраиваться не нужно сейчас, потому что... Да, нельзя раскиснуть, да. Ну, это действительно сложная комбинация. Я даже не помню, когда-то он делал этот элемент, но сейчас даже не скажу на каких соревнованиях, потому что риск колоссальный. Да, прямым телом все-таки первый Ковачев выходит. А вот сейчас пойдет с поворотом. Комбинация на кольце, включил Алексей Розбов. Ну, не показывают. Не вот Ковача в группировке, вроде. В группировке. Ну, здесь в данном случае пол в группировке. Трудность не меняется от этого. Соскок чуть проще, чем у Нагорного. Два с пируэтом всего лишь. Ну, он брал середины. Хотел мощную показать программу на перекладине, а соскок просто гарантийный. Но не получилось что-то. Артурчик, не расстраивайся только. Ну, очень приятно наблюдать, на самом деле, за ребятами, что они в такой вот форме действительно. И вот теперь хочется послушать еще раз, что они вам скажут. О, опять идет человек, который... 13-133 Артур получил. Да, это, конечно, не его оценка. Но давайте на Даниил Маринов. Татарстан. Сейчас вот самый снаряд, который пройти бы без падения. Хорошая посадка. Положение тела. Довольно ровно держит. Держаться. Том-фэй. Проходки пока не упошли. Вперед-назад. Это одни из элементов спецтребования комбинации. И соскок. Брестящая работа. Маринов просто положает нас уже на втором снаряде. И здесь, мне кажется, он тоже настроен выиграть многоборье у Нагорного. Здесь тоже нужно отвоевывать. Это первейшая его задача. Первое. Второе. Ты все-таки москвич. Тебе так и сквозит Москва. Когда ты говоришь, о, ему только проскочить. Это, вернее, конь Махи, да? А я так чувствую, да. Все-таки Москва в тебе сидит. Динамо весь сидит. Никуда ты не убежишь. От этого это уже в душе. Но, когда ты еще оговорочку сделал, что он пытается войти в борьбу этих самых главных лидеров, он давно пытается. И у него для этого все есть, Мин. Я просто вот вижу невооруженным глазом, на чего он способен на все это. А кубок Воронина, по-моему, он в конце концов выиграл, да? Вот недавно был в зале в Ложняках у Винер. Ну, или Воронина, да? Там была тоже, да, битва между Нагорным и Мариновым. Там битва, падали вроде бы все. И Мариновым. Да, и он, по-моему, победил. Если я сейчас... Молодец, Данила. Сейчас посмотрим результаты. Да, я смотрю. Смотрю очень внимательно. 13,9. Вот это вот повредничали. Конечно, его так нелегко выпускают. Но, с другой стороны, это конь. На коне получить такую оценку очень сложно. Вот 14 как-то красивее была бы для Данила. А сложности не хватает пока, да? Вроде бы комбинация красиво выглядела, но всего 5,3 сложности. Красивое исполнение выглядело, да? Конечно, да, да. Здесь все-таки по сложности нужно подкатывать немножко к 6 баллам. Именно. Я думаю, что он, может быть, если попадет в финал на этом, если, я не буду гарантировать, то он, наверное, прибавит что-нибудь на этом соревновании. Не хочется верить. Потому что у него техника хорошая, посадка высокая. Было бы чем. Все-таки в таком возрасте еще гимнасты не... Ну, да, не располагают таким запасом, чтобы выбросить. Запасы, да, арсеналом элементов. И плюс ко всему с такой стратегией не придерживаются. Все-таки им больше нужно весь свой арсенал прокатывать на соревнованиях ежедневно. Именно. Прошу тебя. Давид Белявский. Это уже вот такие, как Белявский, могут позволить себе выкинуть что-нибудь из комбинации, для того, чтобы сильно не напрягаться в квалификации. Давид Белявский. Бронзовый призер Олимпийских игр. На брусьях. И главный чемпион. И чемпион, олимпийский чемпион, безусловно. Шикарная работа. Имен. Москвич мой, коллега. И динамовец, все как у меня. Ой-ой-ой, здесь Бобсар попытался. Должен был ноги просунуть между жердей, но не хватило высоты. Давай-давай-давай, Имен. Ой, Давид. Опа. Молодец. Лисящий соскок, двойное сальто с поворотом. Но вот на этом перелете... Это его сильно схватят, ну, прихватят так. Зажался в плечах, зажался, не отпустил себя в самом начале, мне кажется, где нужно было как раз-таки дать вот этот мах ногами для того, чтобы ноги успеть свести в конечную точку. Безусловно, каждый гимнаст подходит к снаряду и очень размещает свои силы, напряжение, да. И, конечно, он контролировал, но вот чуть-чуть либо подстал, подустал и допустил серьезную ошибку, заметную такую ошибку, к сожалению. Интересно все-таки, как засчитают судьи сейчас, как падение, либо как удар? Нет, не как падение, не как падение. Касание, грубая ошибка. Здесь вопрос в том, что он практически лег на них ногами. Но он не потерял темпа. Я бы вот как отстаивала свою оценку, если бы я судила, да? Он прошел почти без потери темпа. Значит, лежать ему некогда на саляде, я извиняюсь. Вы нас, пожалуйста, простите, мы с ним дискутируем, потому что два специалиста в гимнастике никуда не денешься и приходится этим заниматься. Ну, любя и уважая труд самого гимнаста. А что-то я не вижу его тренера. Да, Валерий Николаевич Ломаев, он здесь был, может быть, не был один. Ну, я просто сейчас вижу другого. 13,733 оценка, и сейчас Давид думает только о том, хватит ли ему запаса этой оценки для того, чтобы выйти в финал. Ну, 5,7 все-таки трудно. А вот и Валерий Николаевич Ломаев на заднем плане. Прекрасно, я прозевала, на тебя смотрю много. Имин, имин, ну, у него трудность неплохая, 5,7 была открыта сейчас. Это вот еще с учетом того, что они засчитали Овса. Да, я как раз потенциально говорю, что у него хороший брусик. В общем-то, так у него где-то под 6,264. Да, да, это хорошо. Алексей Ростов на кольцах сейчас. Это Владимир. Команда Владимира, да. Посмотрите, нам на какой снаряд не посмотреть. Везде приятные, хорошие мастера. Знакомые. И которые никак не хотят проиграть. Это здорово. Ну, чуть-чуть успокой кольца, мельненький. Останови эти противные качи. Жизнь и жизнь не получилось выйти в столичку. Опа! Ах ты, руки где? Руки надо милым. Расслабился в конце комбинации. Имин, но он тоже возрастной уже. Тоже возрастной, да. Здесь, в общем-то... Вот видите, имин, ты... Ростов уже 30-летний. Да, да, имин. Вот ты затронул ту мысль, когда говорили о команде Татарстана, что у них хороший, подрастает резерв. Чего, к сожалению, сейчас я не замечаю во Владимире. Вот Карцева в какой-то причине мы спросим, потом не сдала. А так, в основном, они пока за счет ветеранов таких мощных, крепких. Но им тоже тяжело. Пока еще, действительно, да, вот обновление команды не видно. Да, да. У Владимира. И здесь этим ребятам все-таки или приходится, или... Ну, безусловно, это и от собственного желания повыступать еще. Ну, надо объявить его оценку. Она весьма скромная. 10,7. 10,700. Это, безусловно, не оценка Ростов. Но факт есть факт. И показал не очень высокую сложность. Всего-навсего 4,7. Ну, ошибка-то грубейшая, когда касание при приземлении пола. Здесь падение. Падение. Ну, я говорю, это не касание, это уже падение считается. Сейчас вот именно в этих правилах убрали вот эти все касания. Любое касание двумя руками уже засчитывается от падения. И балл... Снимается, да. И вот вы, кстати говоря, Лидия Гавриловна, напомнили по поводу результата Кубка Воронина. Да, действительно, Маринов проявил себя там. Очень здорово. Его было первое место. И в команд... Команда Республики Тарстан завоевала золото. И в личном многоборье Маринов выиграл. Но выиграл с, ну, скажем так, не самым хорошим результатом. Он тоже пал. 83 с чем-то. Именно, я помню, что они все три падали. И Артур, и Никита, и Даниил. Но вот такой результат разложился, это я запомнила. Тогда еще Никита Нагорный сорвался с колец вообще. И у него порвалась накладка. Да, это он там... Он артистом там был. Устроил небольшое шоу. Ну и прекрасно. Он молодец, он это умеет. И пусть дальше. И Артур сорвался. Так что они все уравнялись в падении. А в результате вот такая. Но, я бы сказал, Артур с Никитой дали небольшой аванс Маринову для того, чтобы он, может быть... И, кстати говоря, это хорошо. Он немножко почувствовал себя увереннее. Потому что сейчас ему это важно. Товарищи телезрители, я еще раз вам напоминаю. Это Эмин Гарибов. Москва-Динамо. Он болеет, естественно. Как бы мы у него не выбивали, и у меня тоже. За всех. За Москву. За всех. За Динамо. Безусловно. Да, да. Молодец. А мне хочется посмотреть на Найди, на Сережа. Давайте. Или он уже закончил. Ну, да, брусь он уже сделал. Не очень здорово от начала до конца получилось. Ох, это жалко, жалко. Помнишь, как он у нас... Где-то он выступал, мы без конца, я о нем говорила. А здесь же, на Спартикаде. Да, когда он наконец-то реализовал весь свой потенциал. И выиграл золото на коне. Его удачный старт, скажем, был. Но я думаю, что с того момента, вот он, кстати говоря, это... Утверждается? Второй его старт после Спартикады. На Сроссоке. Да, поступал на Воронину и здесь. Нет, я к тому, что после вот этого удачного старта... Так, скажем так. Вот он сейчас, его задача как раз-таки на том уровне остаться для того, чтобы вот стабильность проработать. Правильно, правильно. Это очень важно. Вот здесь ошибочка была, пожалуй, там одной ногой, как-то не совсем здорово. Согнуло раньше времени и... Ну и достаточно грубая ошибка на приземлении. Это большая прямо, да, это очень большая ошибка. Не менее 80-х он тут потерял. Она называется грубой ошибкой, поэтому большая ошибка. Тем не менее 14.0.33, сложность 5.9 неплохая. Ну и у нас уже, дорогие друзья, конец второго снаряда. Мы переходим к третьему виду многоборья.